ДТП Даже спустя несколько часов после столкновения на месте ДТП было многолюдно. Услышав, что в поселке разбилась насмерть молодая женщина, все поторопились на место аварии, на улицу Октябрьскую. Как оказалось, за рулем Шевроли Ланоса была продавец местного магазина. Вот на углу, на Орловке поворот, магазин, в Оганик. Там работал очень хороший человек. Говорят, что ее подрезали. Я потому что сам не обратил внимания. Подрезали женщину? Да, да. На шевроле от Ланоса, да? Чипа обогнал, подрезал ее, она выскочила на встречное движение. По словам очевидцев, увидев встречную машину, женщина-водитель Шевроле резко нажала на педаль тормоза. Но уйти от столкновений не удалось. Она на полном ходу врезалась в хонду. С тяжелыми травмами и переломами обеих ног водителя японского авто отправили в РКБ. Владелица Ланоса скончалась на месте. Одна из карет скорой помощи отправилась оказывать помощь матери погибшей женщины. Дети остались? Двое? Да, две девочки. Маленькие, что ли? Ну, одна маленькая, да. От сильного удара автомобиль Хонда отбросила на ВАЗ-2109. Молодой человек, находившийся за рулем отечественного авто, отделался лишь испугом. Машины остальных участников ДТП напоминали груду металла. Несмотря на ограничение скорости до 40 км в час, стрелка спидометра на автомобиле Хонда замерла на отметке в 70 км в час. С Латыпфа, Игорь Бызов, Эфир24.